О количестве человек на мандат, ошибках и семейном подряде. Регистрация кандидатов на выборы 9 сентября в регионе завершена. Напомним, вместе с губернатором жители Серпухова будут выбирать депутатов по двум округам. Осельчане, главу района, глав Донковского и Васильевского поселений, а также депутатов Донковского и Липецкого поселений. Сколько кандидатов прошли регистрацию и что обязаны делать дальше в нашем сюжете. Предвыборная гонка стартовала еще в прошлый месяц. В серпухове выберут депутатов в городской совет по третьему и семнадцатому округам. В городе выдвинуто 9 кандидатов, только один из них – самовыдвиженец, остальные – представители партии. Все прошли регистрацию. По одному округу 4 кандидата, по другому – 5. У нас все прошло нормально, то есть никаких замечаний в сторону кандидатов у нас не поступало, никаких судебных разбирательств, либо жалоб у нас не было. Определены кандидаты и в Серпуховском районе на пост главы муниципалитета 8 кандидатов – Донковского и Сельского поселения 6 и Васильевского 4. По кандидатам в депутаты совета депутатов 38 человек у нас зарегистрировано на Липецкое поселение и 39 человек зарегистрировано на Донковское поселение. Получается где-то по 4 человека на один мандат. То есть достаточно большая конкуренция среди кандидатов, но я думаю, что выборы будут достаточно интересные. Не все районные выдвиженцы смогли зарегистрироваться. Четырем кандидатам на должность главы было отказано. Причины разные. Двое не представили документы на регистрацию, еще один не учел правил сбора подписей, другому кандидату отказали из-за того, что подписные листы были изготовлены не из избирательного фонда. По депутатам в поселение, кандидатам в депутаты в поселение, в основном было отказано также по подписным листам, то есть по сбору подписей. Кто-то неверно изготовил подписные листы, то есть они были изготовлены не по форме, утвержденные законом Российской Федерации об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в регионе гражданской Федерации. Это 67 ФЗР. Списки зарегистрированных кандидатов уже опубликованы на сайте Мособл. Избиркома. Некоторые партии для участия в выборах выдвигают целые семьи. По словам Александра Рабочек, законом это не возбраняется. Впереди у кандидатов в период предвыборной агитации.